ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. СМИ сообщают о том, что вскоре изменятся правила перевозки детей в автомобилях. Во-первых, будет запрещено использовать иные удерживающие устройства, только специальное кресло. Во-вторых, появится наказание в виде 500-рублевого штрафа за оставление в машине ребенка возрастом до 7 лет. Кроме того, речь идет о запрете перевозки групп детей автобусами, с момента выпуска которых прошло 10 и более лет. МВД эти данные не прокомментировала. ТРАССА СТО ОДИН Министерство финансов подготовило очередные поправки в закон об ОСАГО. В частности, ведомство предлагает лишить страховые компании возможности требовать у сбитого пешехода деньги на ремонт автомобиля. Еще одна инициатива – разрешить страховщикам наказывать рублем автосервисы, работники которых не обнаружили неисправность или неисправности, вследствие чего произошла авария. Кроме того, сумма Европротокола может быть увеличена с 50 до 100 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Цены на бензин в России продолжают понемногу расти. В конце зимы, по данным Росстата, горючее подорожало в среднем на 0,6%. Сейчас средняя стоимость литра 92-го составляет 35 рублей 77 копеек. Дороже всего он обходится жителям Чукотки – 51,5 рубль. Дешевле всего – алтайским автомобилистам – 33 рубля 58 копеек. Несетевые автозаправочные станции пожаловались на практически стопроцентное отсутствие прибыли. Причина – оптовые цены на бензин в прошлом году выросли на 25%, а розничные – только на 5%. В итоге, якобы доход от продажи одной тонны горючего упал с 2000 рублей до 8 рублей. Выход независимые заправщики видят только один – отпустить цены на топливо в свободное плавание. Трасса 101 Горьковский автозавод подумывает о возрождении легендарной «Волги». По словам одного из руководителей компании, под этим брендом могли бы выпускаться машины, предназначенные для перевозки и людей, и груза, которые в обычной легковушке разместить проблематично. Причем это не коммерческие автомобили. Напомню, выпуск последней версии «Волги» – «Волги Сайбер» – газ прекратил в 2010 году. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101